А сейчас на сцене ваш старый знакомый, заслуженный артист РСФСР, Евгений Петросян. Нет, что делается? Что творится? Купил билет в Запорожье. Не успели взлететь. Вдруг какой-то жлобяра достает дуру и кричит, всех перестреляю, приказываю лететь в Италию. В самолете паника, кто глаза закатил, кто под кресло полез, старуха рядом чуть челюсть не проглотила, причем чужую. Командир вышел с кабины, спокойнее товарищи, спокойнее в Италию, так в Италию, тем более сынок давно меня просил купить итальянские носки на липучках. Бабуля спрашивает, а шо, в твои времена липучек не было? Были, отвечает, были, только мы на них мух ловили. Ну, сели в Италию, пока то да сё, мы как последние дураки по Риму, туды-сюды, туды-сюды, без денег. По магазинам. Старуха рядом ко мне пристала, вы слыхали, башня в пизе накрылась. Бабуля говорит, ты чё ругаешься, как маленькая? Она от меня не отстаёт. Где тут ласкало? Вы не знаете, где тут ласкало? Я говорю, откуда я знаю, где ты тут ласкала? Хотя, кого ты ласкала, я догадываюсь. Александра Македонского. Ну, наконец, взлетели. Только набрали высоту, встаёт ещё один жлобяра, но уже с автоматом. Если кричит, не посадите в Парижу, зарут самолёт парижской богоматери. Спокойней, товарищи, в Париж так Париж, тем более жена давно просила ей купить шинель. Сели, пока то да сё, мы два дня, как последние дураки, по Парижу, туда-сюда, туда-сюда, холодные. Ой, мамочка. Зашли в буфет. Я говорю, мусье, то есть мужик, ты можешь на советский трояк дать булочку? Он говорит, на советский трояк можно дать только по шее. Старуха опять рядом. Вы не знаете, где тут сено? Вот думаю, да чего проголодалась, а? Бабуля, говорю, зачем тебе сено, когда из тебя самой уже солома сыплется? Вредная бабка попалась. Ой, вредная. Вы себе не представляете. Одна парижская девушка, бедная такая девушка, меня в гости приглашала. Ну, что она бедная, я сразу понял. На ней, кроме шляпки, ничего не было. Так бабка не пустила. Не ходи, говорит, туда. Она над тобой надругается. О, дура, а. У меня в кармане семь рублей с мелочью. За такие деньги надругаться над мужиком может только советская девушка. Говорю командиру, бери шинель, летим домой. Взлетели. Только набрали высоту. Вдруг встает моя старуха. Достает с под юбки. Ну, вот что вы думаете, а? Гранатомет. Или в Австралию, или мне терять уже нечего. Мне восемьдесят семь. А выглядишь, говорю, на все сто. Спокойнее, товарищи, спокойнее. В Австралии, так в Австралии. Тем более, жена давно меня просила купить вороную юбку с капюшоном. Сели. Пока то да сё. Мы как последние дураки по Австралии. Туды-сюды три дня. А по магазинам. Голодные. Одна дама с голодухи прямо на улице в обморок упала. Австралийцы кричат. Воды, воды. Она голову приподняла. Говорит. И бутерброд с колбасой, пожалуйста. Австралийцы на нас вылупились. Ох, авоська. Ох, ты ла грейка. Ох, валенки. У нас один мужик в валенках летел. Так они ему за эти валенки магнитофон дали. Теперь, говорят, эти валенки будут у нас в истерическом музее в разделе обувь туземцев 20 века. Понял, да? Вот так. Ой, чудеса. Наконец-то взлетели. Взяли курс на Запорожье. И шо один встает? Метра три роста. Ну, думаю, у этого в штанах. Как минимум ракетная установка. Не выдержал. Схватил бутылку навсегда при мне. И шарах его по голове. Прямо по глобусу. В районе Череповца. Он брыг, аж самолет затрусился. Ну, потом оказалось, что он просто в туалет вышел. Командир выскочил. Я говорю, а ну, лети с Запорожья. А то взорву твою тачку, к чертой матери. Мне терять тоже нечего. Видишь, бутылки уже на донышке. Спокойней, спокойней. Мы и так летим с Запорожья. Врешь, гад. Небось, опять в какую-нибудь Голландию. Вот, чудак, так ты в иллюминатор посмотри. Я вниз глянул. Ох, со всех труб черный дым валит. Все дороги размыло. На полях поломан техник валяется. На горизонте гидростанция горит. Родина, здравствуй. Твой сын вернулся. А что касается любителей заграничных полетов, так я так скажу. Товарищ, если тебе за границу бесплатно охота, летай самолетами аэрофлота. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ